ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он спрашивал про назначение Степанова. Вдруг он что-то вспомнил. Ты боишься, вот даже сейчас, когда я в таком состоянии? Чушь. Боюсь, как бы не пришло все обратно по местам расставлять. Из-за своей трусливости ты рискуешь потерять все. Что ты предлагаешь? Ну что, они его убили, что ли? Ну, если нет другого выхода. Ты с ума сошла, что ли? Ты что-то несешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, док. Доброе. Простите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА За навязывание своего мнения о качестве сегодняшнего утра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты мне прости за кислое лицо. Всю ночь голова болела просто. Я уверен, что все наладится. Главное, не задаваться. Спасибо, Ром. Я пешком, так быстрее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Клево тут у вас. Че это у вас? Теперь у нас? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это надо отметить. Понял. Опа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Опаньки! Минты! Дыши! Стоять! Ктося? Крой! Что-то живой? Нормально. Пойдем. Держи. Спасибо. Ты как? Нормально. Просто трещина. Хорошо, не перелом. Угу. Гипсы вообще не пожалели. Точно. Предки сейчас приедут. Ты не говори им, что я с тобой была. Да ладно. Ну, я пойду, наверное. Давай. Пока. 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 Да. Хорошо. Спасибо. 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 Давай. Ну, ты... Субтитры создавал DimaTorzok На прошлой неделе я представил вас наверху В качестве кандидатов на должность заведующего нашим новым вторым терапевтическим отделением Мне же порекомендовали пригласить, как это они сказали, более опытного врача Но мое мнение неизменно Эти стены не потерпят варяга И решение буду принимать я, а не министерские советчики Но, несмотря на мою протекцию, вам здесь пощады не будет Вы оба достойны занять должность заведующего И я не хочу, боже упасись, чтобы вы устраивали конкуренцию между собой за это место В конце концов, не так уж это и важно Кто станет начальником, а кто заместителем А Аня? Ана Берг Ну, для нее у меня есть кое-что другое Пока не скажу уж, извините Ань, скрывать тут нечего, миом несколько Некоторые субсирозные, самые крупные интермуральные Хорошо, что мы теперь знаем источник боли сниженного гемоглобина, плохого самочувствия Операция поможет решить все проблемы Ты пойми, это единственное, что может помочь, иначе Ну, Ань, ты успела родить двоих После операции ничего не изменится Двоих, но не троих С Андреем хотели еще, и я, и он Простите, а просто как-то Да, понятно В школе стало плохо, температура поднялась до сорока Зноб, учащенное сердцебиение, низкое давление Родителям сообщили Едут, из школы связались с матерью и отцом Да, вы не отец Тихо, помолчи, пожалуйста Отчим Я кому говорю, помолчи Легкие, чистые А с ногой что? Неделю назад упал, трещина В семье болели чем? Да, грипп, ангина, сопли А хронические? Дядька подлога, хронический алкоголик Юморист Ну что, юмориста к нам, будем разбираться Хорошо На запчасти разбирать? Посмотрим Я же говорю, юморист Роман Богачев, шестнадцать лет В анализах повышен креатинин и электролитные нарушения Может быть, на фоне лихорадки Бактериальная инфекция Сепсис Я вот тоже так думал На мочат потемнел Может, это воскулит Или быстро прогрессирующий гломеролунифрит Хорошо Исключите ее для начала Сделайте УЗИ почек И контролируйте функцию почек В динамике Как там твой подающий надежды? Освоился? Подаю Почки у парня могут отказать А причина непонятна Что скажет подающий надежды? Почки увеличены Паренхемова толщина Выглядит набухше А больше ничего нет Посмотри другую Роман, присесть можешь? Андрей Николаевич К нам девушка одна перевелась Из второго меда Дарья Зорина Симпатичная, умная Бредит попасть к вам в ординатуру Все ваши публикации наизу знает Андрюху соглашаюсь Так, ну все, не отвлекайтесь Ну вы же сами видите Больше ничего нет Да, студент прав Так, все, вставай, собирайся Нога Давай, помогу И дышать Дышать больно Что такое? Рома, Рома, Рома Тихо, тихо, тихо Что это? Рома, Рома Ром, слышишь меня? Пульса нет, дыхания нет Ну прости меня, пожалуйста Ты даже не позвонил Слушай, ну я написал тебе СМС-ку Там необычный случай У нас Мальчишка молодой совсем Старшеклассник Во время УЗИ Почек Остановил сердце Еле откачали А что мне сказала Диана Тебя не интересует? Ну как Интересует Интересую Что сказала Диана? Гестероктомия Удаление матки Ну подожди У меня ума Она не злокачественная Неужели нет другого способа? Если ты имеешь ввиду Антагонисты гондотропных Гормонов То в моем случае Это не выход У меня обнаружилась Непереносимость Нет, ну подожди Ну есть же какие-то Экспериментальные способы Существует лазер Ультразвук Надо проконсультироваться Я уже проконсультировалась Она обязательно что-нибудь придала Обязательно придала Обязательно придала Как такое он может быть? Он ведь еще ребенок Мам Что мам? Доктор, что с ним? Есть подозрение на Кардиоренальный синдром Что, что? Простите У вас в семье были Или у родственников Сердечно-сосудистые заболевания Или проблемы с пушками? Да Бывшая жена моего мужа Умерла от сердечного Ой, дура Что я говорю-то Это же не родственница Ну тогда нет Не было Ой, сынок, побегу На работе совсем потеряли меня Ты, главное, поешь А я позже еще забегу Доктор, да скольки можно? Восемь Давай Мам, а Ксюха не собиралась меня навестить? Собиралась А что, ее не было? Не доехала, наверное Не доехала Давай, побегу Ты уж смотри, не дури тут Доктор, я вас очень прошу Вы уж приглядите за ним Пока Ксюша, это девушка? Дочь моего отчего Моё мнение Это наследственное заболевание Ну, в шестнадцать лет Остановка сердца Не знаю Мама говорит, что в семье Сердечников не мут Мало ли, что мне там говорят Да не важно Приобретенные, оброжденные Подозревают, что это Кардиринальный синдром Подозрение Требует обоснования Веха Вехокардиограф Холтер Как минимум Я бы сюда добавил МРТ сердца Кистология Основательно Не буду спорить Может провести еще Электрофизиологические исследования Отличная мысль Хорошо Я все оформлю Тереза, помогай Так, нужна кистология МРТ Аня, ты попробуй, конечно Мое мнение, ты знаешь Яночка, я доверяю тебе Но прежде, чем пойти на операцию Я хочу попробовать другие способы Потому что операция Это После нее уже все Ничего не изменить И Андрей Он договорился Проблема не Андрей Это проблема твоя Понимаешь Тебя месяцами мучают боли О которых он может только догадываться Он будет со мной на процедуе Это замечательно Но пообещай Что ты все-таки будешь делать Только то, что в первую очередь Необходимо тебе Конечно Ну, ты хорошо Что с лицом? Трупные пятна Плохая шутка Других нет Сестра не отвечает Да никакая она мне не сестра Слушайте, это вообще не ваше дело Согласен Мое дело вас вылечить Карета подана? Да куда? Вы только же даже привезли Откуда? Ну, ваш второй врач По всей больнице меня гонял Кардиограммы, МРТ Сколько можно? Странно Еще раз здравствуйте Удалось с работы отброситься Ну, как ты, мой хороший Не буду мешать Можешь провести дополнительный исследователь? Какие исследования? Какие? Вы уже сделали все, что можно А диагнозов все нет Посмотри Можно, конечно, повторить холтер Но А что ты думаешь по этому поводу, Андрей? Ну, что могло вызвать остановку сердца У шестнадцатилетнего мальчика При условии Что у него нет кардиомиалопатии? Стресс Ну, как бы наркотики Не думаю, что он из этих Хотя могу и ошибаться Он может все-таки провести Токсихологический адрес Да, вряд ли это что-то даст Хотя Пожалуйста Прошу прощения, коллеги У меня пора Мне кажется, что это неправда Мог бы хотя бы позвонить Андрей Я посчитал нужным Учитывая сложившиеся обстоятельства Провести необходимые исследования Как можно быстрее Что здесь неправильного? Там вашему плохо Ромочка, сыночек Посмотри на меня Кто вы? Я мама Посмотри на меня Что случилось? Он меня не узнал Что случилось? Он меня не узнал Меня не узнал Как зовут тебя? Как тебя зовут? Тридцать седьмой троллейбус Пятая остановка Я хлеб С маслом Я не ем хлеб А где Чак? Где ты находишься, скажи мне Нужно покормить Чака Ты знаешь, где ты находишься? Вова, да На инсульт не похож Лазареву быстро Везем пациента с агрозиями КТ Рома, ты слышишь меня? Рома, посмотри на меня, пожалуйста Если ты меня слышишь, сожми мою руку Рома Налей воды, выйдешь ты Рома, Рома Ну, как наши дела? Готовы? Андрей обещал подъехать Не могу звониться до него Ну, если хотите, мы фусабляцию Можем перенести Нет, переносить не будем, раз уж приехала Хорошо, тогда подпишите, пожалуйста Согласие Спасибо Спасибо Сейчас вас заберут Теряем время А где токсикология? Мы не делали токсикологию Как не делали? Так, ты сам предложил И я подумал, ты сам все сделаешь Но ты у нас занимаешься направлением Да, я занимаюсь направлением Но я подумал, ты обиделся, что я Помогите, там Рома, у него судороги Терестер, реанимацию срочно Хорошо Что с ним? Состояние стабильно тяжелое КТ головного мозга ничего не показал Креатинин нарос У него ремия, его надо подключать к гемодиализу И это мы с ним поговорили Что-то он от нас скрывает Ну, может быть у него несколько заболеваний Надо сопоставить все данные Данные, да Надо поговорить с ним Ну, поговори Он по наркозам, нескоро проснется А говорить и нормально соображать еще позже начнет Какой ты умный Ну, да, что есть, то есть Так, вставлю тебя в известность Я иду к Левшицу со всеми анализами Идешь? Да не в чем сейчас идти, пока Я позже Субтитры сделал DimaTorzok А ну, дайте ножницы Андрюш, Левшин спросил, зайти срочно Что это? Некроз? Почему? А это лучше спросить у того, кто, возможно, знает А ну-ка, вызывай сюда Лазарева с портативным музеем Я прошу прощения, здравствуйте Я младше? К сожалению, нет Состояние критическое А не могли бы мне дать телефон Ксении? Ксюше? Ну да, дочери вашего мужа А, да-да, даю А зачем вам? Они ведь дружат Да, гуляют вместе Рома такой добрый мальчик Он так и с переездом Помог, поддержал Вот возьмите Звоните с моего Угу, спасибо Ксения, здравствуйте Меня зовут Краснов Андрей Николаевич Я лечащий врач Романа Да, подождите Одну секунду, повисите, пожалуйста Секунду Подключайтесь ко второму Извините Сейчас Алло Да, Рома в критическом состоянии И находится в реанимации И от степени честности Ваших ответов Будет зависеть Его здоровье И, возможно, жизнь Секунду Это что такое? Да Судя по масштабу Некротических изменений Нужно поторопиться Это чудо, что он еще жив Угу Выяснили причину Тотальный острый Рэбдомиолис Межцволени Спровоцированный Приемом Синтетических Наркотиков В совокупности С алкоголем Неужели нельзя спасти Ногу Сейчас надо уже Спасать его жизнь Салкоголем Кровотечение повторилось, фузоабляцию пришлось остановить. Отличное начало. А когда мы сможем продолжить? Боюсь, что продолжения не будет. Что это значит? Ну, мы, конечно, еще посмотрим. Но, если быть честным, в вашем случае единственный выход — это удаление матки. Андрей подъехал? Нет. Не надо. Пусть спит со мной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да! Ну, да, да! Всех победил! А-а-а! Мой бой! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Алло! Привет! Ты как? Я... Я ждал тебя! Слушай, прости, вот тут просто подготовка к ЕГЭ и всякая, ну, я просто забегалась. Твоя мама сказала, что ты… Что я инвалид? Ты приедешь? Я хотела, но… Сюша! Долгоемся! Иди к нам! Сюша! Я уезжаю завтра. Я решила вернуться в Питер и поступать там. Ну, ладно, ты выздоравливай, я тебе позвоню еще, хорошо? Все, давай, пока. Да иду я, иду! Как дела? Я хочу осмотреть тебя. Чего молчишь? Вот зачем? Зачем вы это сделали? К сожалению, от других вариантов спасти тебя жизнь не оказалось. А разве это жизнь? Ну, все неплохо. Можно думать о протезе уже. Зачем? Что значит, зачем? Ходить ты как собрался? А куда ходить? В магазин за хлебушком? Или на костылях допрыгаю? Слушай, ты здоровый парень. У тебя сейчас все впереди. Я понимаю, что протез это не нога, нужно будет учиться ходить заново, но… Вы понимаете, что я такой никому не нужен? Ну, к нюне собери. Что, не пришла, не позвонила? Наплевать, будь выше. Это здесь вообще ни при чем. Любит мне за ноги. Я думаю, успеем. Куда? На Кудыкину гору. Ну что, как думаешь, круг за сколько пробежишь? Издеваетесь? Часа за три оползу. Ползать не надо, ты же не червяк. Приветствую, Павел. Здравствуйте. Как сам? Отлично. Решили заглянуть на тренировку на вечернюю. Роман, про которого я рассказывал. Павел, ознакомьтесь. Здравствуй. Здрасте. За сколько круг пробежишь? Прошлый месяц к минуте приблизился. К минуте? А ты говоришь три часа. Мы понаблюдаем, не против? Конечно. Слушайте, отвезите меня обратно, а? Да подожди. Слушайте. Слушайте. Вы его тоже лечили? Нет. Он работает в фирме, которая занимается разработкой и продажей протезов. При этом тренируется в паралимпийской сборной. Еще. Ой, хорош, хорош. Молодец. Давай. Сильным и любимым можно быть и с одной ногой. Андерсон, начну. Давай. 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 Я подумала. Я подумала. Ты права. Давай. На ближайшее время назначь, пожалуйста, операцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мила, я больше не пойду на процедуру. Почему? Андрей, я хочу уснуть и проснуться без боли с решенной проблемой. Я тебе обещаю, что я найду выход. Не надо. Я хочу, чтобы ты взял детей и уехал на время, пока я буду в больнице на операции. Обещаешь? Не скрою, я впечатлён вашей работой над весьма непростым случаем с Романом Богачёвым. Впечатлён. Спасибо, Борис Новонач. И да, я пригласил вас ещё вот зачем. Я принял решение, кто займёт должность заведующего отделением. Бесспорно, что должность заведующего должен занять опытный врач, знающий, умеющий, дисциплинированный, отличный организатор, умеющий найти общий язык с начальством, коллегами. Но только не в нашем случае. Нам нужен гениальный безумец. Поэтому заведующему отделения я назначил Андрея Краснова. Спасибо за гениальный безумец. Ну, а чтобы наш гений не выходил, так сказать, за рамки, я попрошу тебя, Игорь, стать его заместителем. И ты должен понимать, что ответственность и нагрузка на тебе будет двойная. Я уверен, ты справишься. Приказ уже подписан. Так что можете приступать к работе в новом качестве. Попрошу тебя остаться, Андрей. Спасибо, Борис, намочи. Пойдем подышим. Андрей, ты что, не рад? Ответственность колоссальная. Я знаю. И я верю в тебя. Спасибо. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Отпроситься хотел. С семьей уехать на три дня в этот свой счет. Ну, конечно, прекрасно. Есть повод отпраздновать. Погоди. 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 Погоди сюда. Представь, если бы она была заведующим. Как будто нынешний лучше. Ну, он же временный. Знаешь, есть такая поговорка. Нет ничего более постоянного, чем временное. Ерунда. Только вернется. Хотелось бы. Ты не веришь? Верю. Я его сейчас встретил у лифта. Он какой-то уставший, потерянный. Надо ему помочь. Поддержать как-то. Не знаю. Давай, может, встретимся сегодня вечером. Придумаем что-нибудь. Я тебе пиво должна. Сегодня? Или ты опять занят очень важными делами. Может быть, свидание с таинственной красавицей? Чипа того. У тебя есть девушка? Да. Извини, не знала. Мне надо на пост отнести. Мой дурак. Мой дурак. Смотри. Это седьмая. Это восьмая. Это не то. Вот это бы я уточнил у лечащего врача. Это ж Зориной цель. Да, это ее. Только ее сейчас нет. Что? Может, приболела. Может, что-то личное. Что, нельзя, что-то? Вот это и вот это еще. Не помешают? Нет. Конечно, нет. Что это у тебя? Большой секрет? Да нет, это можно передать. Извини. Ассалам алейкум, брат. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Омадинксбор. Повезло тебе. Синекчапте. Когда уже ты приедешь? Надо же свадьбу сыграть. Скоро, брат. Тись, Рада. Тись. Хорошей дороги. Ага. Тись. 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 Привет. Привет. Прости, что без предупреждения. Может, я не в войне? Заходи. Мне сказали, что ты взяла больничный. Телефон не подходишь. Заходи. Нет никакой болезни. Я просто устала. Хочешь что-нибудь? Алкогольный нельзя. От кофе меня уже тошнит. Чай? Давай. Черный, зеленый. А какой я пил обычно? Зеленый. Ты знаешь, зеленый. Зеленый. А я бывал здесь? Вспомни сам. Пытаюсь не получиться. У нас с того были отношения, ты можешь мне много рассказать. Могу. Но не хочу. Почему? Ну, потому что если я начну тебе рассказывать, то это будут мои воспоминания и мои чувства. Не твои. А если я не вспомню? Вспомнишь. Я верю. Те три месяца, что мы с тобой были вместе. Были самыми счастливыми месяцами моей жизни. Прости, я какую-то ерунду говорю. Я не хочу. Я не знаю, что мне делали. Вспомните. Или влюбиться в меня заново. Ну, ты их просто. Прости, ты потрясающая девушка. Андрей, пожалуйста. Я, ты ни в чем не виноват. В чувства мне прикажешь. Хочу, чтоб ты меня услышал. Хочу, чтоб ты меня поняла. Мы с тобой долгое время работали вместе. И у нас это очень хорошо получилось. Я не хочу тебя терять. Я не хочу, чтоб ты уходил с работы. Чайник сгибил. Андрей, что случилось? Сейчас. Что-то башка задрещала. Нет таблетки у тебя? Есть. Сейчас, конечно. Держи. Сейчас. Попей. Я здесь. Хочешь, я тебя в больницу сейчас к нам отвезу? Ну, нет. У тебя были уже такие приступы? Пару раз. Ты говорил, Клименко? Да, смысл? Андрей, ты что не понимаешь? В твоем состоянии это может быть очень серьезным симптомом. Пообещай мне, что завтра ты пойдешь к Клименко и все ему расскажешь. А ты пообещай мне, будешь так не болеть. Я попробую. Спасибо. Привет. А постучать? Пойди можно? Пойди можно? Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Занят. Как будто тебя это остановит. Я к тебе как врачу пришел. Неожиданно. Но приятно. У меня приступы начались. Головные боли, головокружение, потемнение в глазах. Это уже серьезно. Когда у тебя был последний приступ? Вчера вечером. Попробую тебе подобрать какой-нибудь препарат. Не назначили ведь еще. Док справится. Он не забыл самое главное, как лечить людей. Он помогает им, поможет и себя. Ты в это веришь? Я верю. И я. Вот видите, профессор не долго будет милым братом. Не совсем скоро снова станет заведующим. Кхм. Здрасьте. Здрасьте. Разве сейчас не время, походу? Время. Тебе какое-то особое приглашение нужно? Привет. Ты Андрея не видел? Привет, Яна. Андрей не видел. Где-нибудь чутки вносит. А где? Не знаю. Слушай, можешь ему передать? Вот я подобрал препарат. Попробуем. По одной таблетке два раза в день. Главное не переборщить. Передашь? Передам. Попробуем. Тереза. Да. Передайте Краснову. Краснову? Хорошо. Передам. Тереза. 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 Передам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok